Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Еще больше 40 обнаружены, вообще ранее неизвестные. Весь лес, хвашная могила. Мы сейчас по всей республике формируем вот такие экспозиции в районных центрах. Если брать, например, Могилевскую область, практически в каждом районном центре на основании наших материалов созданы экспозиции. Это реальные снимки? Да, это реальные снимки. Они просто ужасные, потому что они были сделаны уже после освобождения азарических лагерей. Эти вот лагеря были созданы именно вермахтом, когда говорят, что преступлений вермахта не было. Это именно вермахтом были созданы. И представьте, более 50 тысяч человек туда было вступлено в конце февраля, 44-го, в марсе, 18-го освобождены. Жилка была в шелководстве, 33 тысяч. Наряду с местным населением уничтожались и военнопленные. Вот перед вами шинель советского военнопленного с пометкой «СУ» масляной краской. И деревянные башмаки-колодки, которые не согревали людей, а жутко калечили их ноги. И вот вблизи урочище-урочище было обнаружено еще одно место захоронения ранее неизвестное, где были уничтожены местные жители и военнопленные. Здесь и солдатские ботинки, котелки, солдатские мыльницы. И были обнаружены еще и солдатские медальоны. К примеру, в Бродненской области были 80 ранее неизвестных мест захоронений. В том числе в городском поселке на военном, где был знаменитый международный пионерский лагерь. Вот 70 ребят из этого лагеря были похоронены в Дятлово, потому что здесь это, пожалуй, самая трагическая история. Количество уничтоженных погибших в году Великой Отечественной войны детей до сих пор не установлено. Когда мы говорим о геноциде белорусского народа, мы не должны забывать о культурном геноциде. Уничтожались культурные ценности. И вот этот портрет Александра Сергеевича Куршина, белорусского художника Гаврила Вигера, был найден после разгрома в историческом музее города Минска. Его использовали как мишель. Он искал штыками из решечен пулями. И вот перед вами картина опознания Михаила Андреевича Савицкого. Вот в этом году Михаила Андреевича мы отмечали в 100-летие со дня рождения. Эта же часть нашей экспозиции уже посвящена городу Минску. Перед вами форма узников-освенцев. Дело в том, что наших людей тоже вывозили в концентрационные лагеря Западной Европы. И так как одежды не хватало, разрешали одевать вот такую гражданскую одежду. А принадлежал этот пиджак таинственной жительнице города Минска, которая была схвачена гитлеровцами только за подозрение, что ее сын связан с партизанами. И отправлена вот в этот лагерь освенцев. Вот красный треугольник обозначал, что этот человек политически преступный. Обращает на себя внимание и вот эта окровавленная рубашка Минского подпольщика Цветкова. Он передал ее незадолго за своей смертью своим родным. Стул из деревни Баяничи Минской области. В одном из домов на этом стуле пытали людей. И вот в 1946 году, когда шел в Нюрнберге процесс над самыми главными преступниками, в Минске прошел процесс над их исполнителями. Были изданы вот такие вот материалы. Судебный процесс проходил в доме офицеров. И вот что интересно, среди подсудимых был еще и генерал-лейтенант Вермахта Рихтер, который как раз был создателем тех самых азаристских лагерей смерти. И когда его спросили об условиях содержания в этом лагере, он сказал, что для него они были не важны. Он и еще 13 преступников были приговорены к смертной казни. Определенную роль в проведении политики геноцида белорусского народа сыграли профашистские организации, созданные гитлеровцами. Это и Белорусская Центральная Рада во главе с Островским, и Союз Белорусской Молодежи. И вот обращаю ваше внимание на это сведение о злодеяниях на территории Советского Союза, в которых давался даже список сообществ и преступников, совершавших эти злодеяния. Не только именной, но и их роль в осуществлении вот этих вот преступлений. Были ли они в качестве организаторов, исполнителей или пособников, и место совершения преступления. Символом сожжения деревень была Хатынь. И вот когда строился ловерный тампункт, были обнаружены остатки сельскохозяйственных орудий. В деревне Хатынь было уничтожено 149 человек, больше половины были дети. В деревне Хатынь была сожжена двумя оперативными подразделениями. Это батальоном СС Дерливангра и 118-м украинским батальоном охранной полиции. И вот в настоящее время Генеральной прокуратурой ведется как раз работа по составлению списка по карательной всех карательных подразделений, действующих на территории Беларуси. А это уже предметы, найденные в урочище Ивановщина. Тоже в прошлом году Генеральная прокуратура совместно с 52-м специализированным поисковым батальоном. Нельзя без вообще задрогания выглядеть на инфрагменты вот этой детской обуви. На этого котенка, который был дорог, наверное, какому-то ребенку. Люди, которые были здесь уничтожены, это было и еврейское население Лобойска, и жители Гайны, и в том числе и затем местные жители этого региона. Завершать нашу экспозицию в Могилевскую область. Вот только в акте Чрезвычайной государственной комиссии было написано, что в городе Могилеве и его окрестностях было уничтожено более 30 тысяч гражданского населения и детей. И вот Генеральной прокуратурой было выявлено еще два места захоронения. Количество уничтоженных там может быть от 300 до 1000 человек. А всего на территории Беларуси было 260 лагерей смерти. 209 городов было разрушено. Более 9 тысяч деревень было сожжено либо счастью населения, либо полностью. Специально была создана вот такая вот база по сожженным деревням, которую можно посмотреть. И в отдельных местах можно также увидеть те материалы, которые представлены были и в фондах нашего музея. Это и свидетели этой страшной трагедии, и сами памятники. Всего же Беларусь потеряла более трех миллионов человек. Это каждый третий житель нашей республики. И вот наша задача сохранить память без фальсификации истории. Представить ее в наших выставках, в наших экспозициях и передать будущему поколению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...